Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы гадаем на Таро Альфонса Мухи на такую прикольную тему Сюрпризы от судьбы в ближайшем будущем. Это месяц-полтора. Какие сюрпризы от судьбы вас ждут? Естественно, сюрпризы приятные, да? Неприятные мы рассматривать не будем в этом раскладе. У нас будет 4 позиции по одной карте, которую мы будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультаций и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Сюрпризы от судьбы в ближайшем будущем. В ближайшее будущее у нас всегда, помните, месяц-полтора. И мы начинаем с первой позиции, наше письмо. Какие сюрпризы вас ждут по судьбе? Ух ты, выпала карта маг. Первая позиция и первая карта. Интересно. Ну, тут сюрпризы могут быть разнообразные. Абсолютно у каждого из вас, кто выбрал первую позицию, все может проигрываться по-разному. Потому что карта мага, она означает все аспекты жизни. И в этих всех аспектах есть успех. Почему? Потому что человек взял жизнь в свои руки. Он настоящий маг. Он творит свою реальность. Он исполняет свои желания. Он умеет ставить цели. Вы будете очень активны. Но также жизнь вам может предоставить такого активного человека, который вам во всем помогает или развивает вас каким-то образом, толкает к развитию, проявляет активность, проявляет инициативу в вашу сторону. Ну, допустим, к тому, чтобы, не знаю, дружить, общаться с вами, работать с вами вместе. Или даже, может быть, это отношения, предлагать отношения. Но в любом случае вы как будто бы попадаете на такую волну, где исполняются желания, исполняются какие-то мечты. Маг, он связан, еще раз повторю, со всеми аспектами жизни, даже со здоровьем. И это очень большая такая вот прям столб энергии божественной, когда человека высшие силы благословляют. И человек, ну, вот подумал о чем-то, избывается. Поэтому думать здесь нужно о чем-то очень хорошем, светлом, чистом и приятном. Иначе вы можете себе все испортить. То есть мышление нужно прям-таки отслеживать свое, постоянно корректировать, да. Мы здесь видим шестерку кубков. И понимаем, что вы смотрите в прошлое очень часто. И будете смотреть в ближайшем будущем, ориентироваться на кого-то из прошлого или на какие-то прошлые события. При этом, вы знаете, идет ситуация, когда может кто-то с вами общаться из прошлого, кто-то пытаться с вами наладить контакт из вашей прошлой, вот как будто бы жизни. Это для вас действительно сюрприз может оказаться, да. Потому что иногда появляются люди, мы о них уже практически забыли. И мы начинаем вспоминать себя в то время, когда общались раньше с этими людьми. Может быть, вы вспомните о себе что-то позитивное и хорошее. Потому что часто мы в молодости бываем совсем, ну, такими яркими, интересными, харизматичными. И оптимистичными, самое главное, когда мысли еще не засорены негативом, когда мы еще не привыкли негативно мыслить. И это можно действительно вспомнить свою какую-то яркость, индивидуальность. Я вот вспомнила, как я... Я однажды вспоминала, да, вот, и вспомнила, как я там в совсем таком молодом возрасте любила шпильки, мини-юбки и капроновые колготки зимой. И даже покупала специально себе вещи из прошлого, чтобы вспомнить свою какую-то яркость, свой задор вот этот и желание быть женственной, например. Так, ну, смотрим еще. Ну, рыцарь мечей показывает, что скоро, что-то произойдет скоро. Скорее всего, знаете, как? Так, вот, у вас идет маг, шестерка кубков, рыцарь мечи. Человек из прошлого очень скоро заявит о себе. Но это вот самая простая трактовка, если честно, этих карт. Человек из прошлого очень скоро заявит о себе. Резко неожиданно то, что вы совершенно не могли даже угадать, предугадать, да? Ну, также тут может быть и еще голубом в прошлое. То есть, когда человек вспомнил какие-то свои, ну, идеи, которые он давно-давно должен был воплотить в жизнь и забыл про них. Свои классные идеи. Потому что мы же видим мага, да? То есть, вы о чем-то в прошлом мечтали. Вы думали о каком-то проекте, о каких-то интересных вещах. Но вы потом просто, у вас вылетело это из головы, вы забыли про это. Просто забыли. А ведь это можно осуществить. И это принесет также и деньги, да? И, ну, хорошее времяпрепровождение. И ваши интересы вновь все поднимаются из души. Ваши хобби, может быть, да? Увлечения. Нельзя никогда забывать себя. Себя настоящего. Ну, вот так вот и звучит эта первая позиция. А мы идем дальше. Позиция номер два. Какие сюрпризы от судьбы вам в ближайшем будущем? Давайте смотреть. Ну, здесь мы видим рыцаря Пентакли. Вернее, да. Все-таки это у нас Паш, наверное, Пентакли. Он предлагает вам Пентакли. Просто у него вот этот вот, меня смутил, значок. Смотрите, мы видим Пажа Пентакли. Эта карта означает, что вам идут какие-то очень интересные новости. Новости, сообщения, письма, документы, может быть, и так далее. То есть, вот именно такие значения у этой карты в первую очередь. Вы будете жить в состоянии некоторого интереса. Вы будете жить в состоянии того, чтобы получать какую-то информацию. Эта информация для вас нужна, важна, интересна. Также это небольшие денежные премии, вознаграждения или обучение чему-то. То есть, вы знаете, да, что все Пажи у нас ученики. Поэтому здесь вам либо предлагаются знания, либо предлагаются в виде Пентакли деньги, либо, ну, небольшая сумма, да, и либо предлагается новость в виде Пентакли. То есть, он является для вас вестником, этот Паша. Ну, что могу здесь сказать? Карта положительная. Карта говорит о хорошем даже самочувствии, здоровье. Карта также часто показывает человека, который в вас очень заинтересован, оказывает знаки внимания. Но тогда ухлёстывает, почем свет стоит. То есть, вообще не отлипает. Паша Пентакли – это самый липучий персонаж, мне кажется, в колоде Таро. Почему? Потому что он очень привязан телесно, он растворяется в объекте любви, и он, ну, не может ни на минуту отрываться. То есть, он, если выходит с дома, начинает писать сообщения, да. Если заходит там к вам домой, будет всё время рядом с вами, там, за руку вас держать, будет всё время говорить с вами, будет всё время оказывать вам внимание. То есть, человек настолько сильно растворяется в объекте любви, да, что объекту любви становится буквально душно. Поэтому, если это ухажёр, то это ухажёр, ну, очень любучий, очень-очень-очень. Но для многих это было бы приятно, допустим. Ну, а почему нет? Вот. Особенно, если это взаимные чувства. Видите, у нас тут десятка кубков падает, да. То есть, если ухажёр, то вам это будет приятно. И если это сообщения, новости, то эти новости для вас будут очень светлые, очень радужные, очень хорошие. Вы получаете очень хорошие, может быть, бумаги какие-то, да, письма, сообщения, новости из вашей семьи, от ваших родственников. Ну, что ещё? Предложение руки и сердца здесь может быть вполне. Для вас это будет действительно сюрпризом. Ну, и всё, что связано вообще, в принципе, с благополучным семейным гнёздышком, так скажем. Или с семьёй. Семья полная чаша, это называется, да. Знакомство для серьёзных отношений тоже проходит здесь. Рыцарь Пентакли, вот которого я, кстати, в начале позиции ошиблась, да, вот он. Тут знак лошади. Говорит о том, что у вас идёт по работе улучшение. То есть, вы, может, мечтали о том, что у вас доход увеличивался. Увеличиваться будет медленно, но верно. Вот так вот. Небольшие поступления, дополнительные денежные идут. Это уже 100% здесь. И, естественно, вы всё в дом тащите. Всё в дом, сразу видно. Вот. Ну, такая позиция, она неплохая, она отличная, я бы сказала. И те, кто, допустим, за своё самочувствие трясётся, знаете, что вот здесь, как бы, такой период вас ожидает, когда вы, в принципе, будете в стабильном самочувствии находиться. И такое, вы знаете, постепенное улучшение вашего здоровья. Вот. Но такая позиция номер два. Третья позиция у нас. Какие сюрпризы по судьбе в ближайшем будущем? Это месяц полтора. Давайте смотреть. Отшельница. Ну, отшельница, она, знаете, это карта здесь всё-таки эзотерическая, да. Отшельница ушла в лес. Почему? Потому что она ведьма. Здесь идёт просвещение. Сюрприз в том, что вы открываете в себе что-то, чего раньше о себе вообще совершенно не знали. И вы диву даётесь, да. То есть это могут быть какие-то интересные сны, предчувствия. И вам хочется уединиться, спрятаться от всех и разобраться в себе. Вот. И вы будете удивляться-то скорее именно самому себе или самой себе. Как человеку, который в себе что-то открыл. Как человеку, который обнаружил тайные знания в себе, да. Может быть, даже какие-то сакральные знания. Вы знаете, тут карта медитативная. Карта, когда человек хочет прям, хочет быть собой. Хочет помедитировать, хочет пообщаться с высшими силами, с Богом. Он может куда-то один отправиться, шестёрка мечей. Отправиться куда-то в одиночестве, да. Это дорога одинокая. Но это дорога в кайф. Это нравится человеку самому. Нравится быть с собой, да. И одному путешествовать, ездить куда-то. Вот вы как будто куда-то едете. В одиночестве. Но для вас это хорошо. И тут Жезлов показывает, что это даёт вам в будущем очень большой прорыв. То есть, когда вы буквально хватаетесь за шанс. Более того, эти карты, они такие, вы знаете, загадочные. Они показывают, что когда вы открыли в себе какие-то тайные знания, совершили новое путешествие по этим тайным знаниям, так скажем. И у вас пошёл в жизни всплеск энергии по тузу Жезлов. Вы схватились за этот Жезл, который вам Бог предлагает прямо с облаков, с неба. И он вам даёт, и в эту волшебную палочку берёте, да. И исполняете свои желания. Поэтому, да, какая-то мечта ваша исполнится, или какое-то давнее желание с помощью ваших внутренних резервов. И с помощью вашего внутреннего умения общаться с высшими силами, с Богом. Если вы занимаетесь эзотерикой, торологией, рунами и так далее, у вас очень большой прорыв в работе идёт за счёт какой-то поездки. И наработка клиентской базы очень серьёзная. Почему? Потому что вы, возможно, курсы какие-то посетите, да, для саморазвития. Или совершите поездку вместо силы. Ну, вот такая позиция номер три. Четвёртая позиция. Сюрпризы от судьбы в ближайшем будущем. Месяц полтора. Давайте смотреть. Двойка пентаклей. Ну, сюрприз здесь в том, что вы в первую очередь будете жонглировать этими пентаклями. То есть вам тысячи дел одновременно, да. Нужно переделать, но вам это будет в радость. И вам нужно показать перед другими людьми свои знания и умения. И вы покажете с блеском. То есть вы покажете то, на что вы способны. Особенно в работе или в вашем бизнесе. В ваших каких-то, ну, своих делах, да. Там хобби, увлечения, творчество, там социальные сети. Вот вы как будто покажете настолько хорошо свои умения, что вас, ну, очень оценят. Но придётся суетиться. Придётся много чего делать. Придётся балансировать по жизни. Вот. И также она всё-таки на берегу балансирует по жизни, да. И мы здесь видим корабли. Может быть, кто-то к вам приедет в гости. Но тогда перед этими гостями придётся показать всё своё умение. И, да, и вот знание, как готовить. Как правильно ухаживать за гостями. Как вы дома вот хорошо там всё обустроили и так далее. Дальше мы видим дьявола. И ту спинтакли. Ну, тут дьявольское везение в деньгах идёт. Или сумасшедшие деньги. Вы знаете, дьявол, он всегда снабжает нас деньгами. Почему? Потому что деньги, они на более низких вибрациях идут большие деньги. И просто деньги. И дьявол часто, когда нам повезло деньгами, да, эта карта сопровождает. Почему? Потому что вот эти низкие вибрации показываются, как будто бы дьявол искушает нас этими деньгами. Ведь большие деньги – это проверка. Проверка человека на прочность, понимаете. То есть, когда человек, ну, буквально проверяется высшими силами, зазнается ли он, когда у него есть большие деньги. А будет ли он кому-то помогать? А не станет ли он снобом, быдлом там, который вытирает о людей ноги благодаря богатству и так далее. То есть, высшие силы всегда смотрят. Вот куда ты отправишься потом, да, после этих денег? В рай или в ад, как говорится. Но на самом деле нет никакого чёрного и белого. Нет ни рая, ни ада. Просто так выражается. Мы все проходим испытания именно здесь, на земле. То есть, мы уже, по сути, в аду. Поэтому, как вот вы с блеском выполните вот эту божественную волю, иметь большие деньги, или провалите экзамен и пойдёте вот сюда, это вот вам решать. Поэтому здесь карты так и показали. Да, шальные деньги, да, вы их не заработали, будь-то бы, будь-то бы. Это всегда будь-то бы, когда кажется, что тебе свалились деньги, а ты их не заработал. На самом деле в прошлых жизнях заработал, и тебя сейчас проверяют, да, оставишь ты их или нет, сможешь ли ты ими распорядиться верно. Поэтому выполните с блеском, так скажем, задание Бога, иначе вы окажетесь вот здесь. И вы знаете, большая сумма, она может прийти действительно ниоткуда. Но спасти вас от какой-то беды и от какого-то отчаяния. Потом спасите и других. Помогите и другим людям, которые в отчаянии находятся. Ну, такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео. Напоминаю, что мой муж Владимир Николаевич принимает заявки на молитву. Молитва длится 40 дней. Она либо бесплатная, либо за донейшн. То есть, сколько вы можете дать. И он будет молиться на вашу цель какую-то определенную. Но не стоит ждать сразу же вот таких мгновенных по щелчку результатов. Когда человек думает, я заказал молитву, завтра проснусь и уже счастливый. Такое может быть, но не всегда. Чем меньше ждешь, тем больше исполняется. Вообще, божественная воля, она, вы знаете, всегда распоряжается с нами ровно так, как мы молимся. И если вы будете молиться вместе с Владимиром Николаевичем, когда просите молитву, то это даст вам сторицы, как говорится. Вот такие у нас сегодня расклады, вот такие откровения. Всем пока и до новых встреч!